16.00 в Одессе. Как всегда в это время мы знакомим вас с самым главным из жизни Одессы. Очередная порция новостей в исполнении моих коллег-корреспондентов 7-го и я, Максим Малынов. Здравствуйте. 100% национализация Приватбанк теперь станет государственным. Такое решение принял Кабинет Министров Украины прошлой ночью. В Привате отмечают, что одесским клиентам переживать не за что. Все отделения будут работать в обычном режиме. А вот как отреагировали люди и какая реальная ситуация в банках узнавала моя коллега Ольга Голдова. Приватбанк национализировали. По решению Кабинета Министров с сегодняшнего дня начался процесс перехода из частной собственности в государственную. Решение про переход банка в собственность и управление государства мы приняли именно для того, чтобы каждый клиент был защищен и ни одного из них не пострадал. А гроши, чтобы опинились в большей безопасности, чем в будь-коли. Для посиления защиту вкладников Приватбанка в качестве невидкладного я подав до Верховной Рады законопроект, который надает додатковые гарантии вкладов граждан в этой установе. Они будут такие же сами, как и для Ощадбанка. Руководство банка отмечает, что последнее время Приватбанк нуждался в докапитализации, то есть дополнительном притоке средств. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины деньги из учреждения начали уходить. В то же время сотрудники заверяют, что сложившаяся ситуация не скажется на работе отделений и на сохранности вкладов. И правда, мы объездили несколько филиалов. Они работают в привычном режиме. Ну а люди продолжают пользоваться услугами. Главное сейчас не поддаваться панике. Государство гарантирует, государственный банк гарантирует, все, что было, в общем-то, оно так должно, по идее, остаться. Для физических лиц, для юридических лиц, может быть, там определенные сложности, но это временное явление, которое, я думаю, будет решаться в течение двух-трех дней, максимум недели. Паники никакой нету, ничего, ничего. Плохого, сколько нужно, столько и сняли, и все. Ага, то есть банкомат выдает столько? Выдаю, сколько нужно, да. Нужно мне было две, возьму две. Нужно будет восемь, возьму восемь. Без проблем. Вон передо мной взяли стакшу. Мы провели собственный эксперимент. В отделении на улице Сигецкой положили на карту 300 гривен. И тут же через банкомат смогли их забрать. Правда, с комиссией 18 гривен. А вот некоторые клиенты банка говорят, что есть проблемы с расчетом картой. Я получаю пенсию, и у меня карточка продуктовая. Вчера уже карточку вечером не приняли, приватбанку. А пенсию я получила, не знаю, как следующее будет. В социальных сетях одесситы, как всегда, шуточно отреагировали на ситуацию. Украина хорошо себя вела, и святой Николай подарил ей приватбанк. Хочу стать финансовым экспертом. С чего начать? Шах и мат ДП Прозоро. Минфин купил целый приватбанк за одну гривну. Не удержался и написал про приват. Просыпаешься, а кругом банковские эксперты. Кроме шуток, банковские отделения продолжают работать по графику. А вот операции в некоторых банкоматах временно недоступны. Как на французском бульваре 12.2. К слову, по официальной информации, за первое полугодие 2016 года Приватбанк был крупнейшим кредитным учреждением Украины с объемом активов в 269 миллиардов гривен. Ольга Голодова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Ну а тем временем, на фоне таких новостей, с банкоматов Приватбанка снимают рекордные суммы денег. Ежедневно украинцы забирают 2 миллиарда гривен. Об этом в ходе брифинга заявил уже бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет. Мы продолжаем работать, заряжать банкоматы. У нас рекорды идут. Снятие ежедневных 2 миллиарда гривен. Такого не было даже в период военных действий. Тогда были миллиард 700, миллиард 800. Конечно же, вот та информационная атака, которая пошла на банк последние 2 недели, она и во многом предопределила поведение нашей и наши решения, которые были связаны с национализацией. Но, в свою очередь, представитель Национального банка Украины отметил, что во всех отделениях работают антикризисные команды. Они пересчитывают кассу, чтобы в конечном итоге передать работу предприятия государству. Национальный банк докладет все усилия для того, чтобы подкрепить банк ликвидностью, как безготелковой, так и готелковой, для того, чтобы мы могли забезпечить безперебийную работу отделений банкоматов банку и всей банковской системы. В Одесской области прошли выборы в объединенных территориальных громадах. Так, 18 декабря в воскресенье глав и депутатов выбирали в Ширяевской и Конопляной объединенных территориальных громадах. Как сообщили в Комитете избирателей Украины, нарушений зафиксировали меньше, чем во времена прошлых местных выборов. Однако, есть подозрения в подкупе избирателей. Их связывают с аномально высокой явкой в Ширяевском районе – 71%. Также не исключает и использование админресурса. Почему-то посчитали своей непосредственной обязанностью активно включиться в избирательную кампанию. И в частности, глава Ширяевской района государственной администрации и исполняющая главы Ивановской районной администрации активно критиковали, выражали свое негативное отношение к тем или иным кандидатам, которые принимали участие, соответственно, в выборах в Ширяево и выборах в Конопляном Ивановского района. Ну а недели ранее прошли выборы и в Затишье. Там главой территориальной громады стал действующий сельский голова, как и в Конопляном. В Ширяево победу одержал Виктор Плюганич, который, по информации Комитета избирателей Украины, является родственником главы райсовета. В Комитете избирателей также отметили высокий интерес к этим выборам со стороны политических партий. Объединенная громада – это субъект, который получает очень серьезные ресурсы. Очень серьезные ресурсы, во-первых, финансовые. Объединенная громада, согласно действующему законодательству, по сути, получает статус города областного значения. Земли, которые находятся за границами населенных пунктов, также переходят из управления райготсадминистрацией в управление Совета громады. Одесский список культурного наследия города может пополниться уже в феврале. Сегодня на рассмотрении находятся 170 объектов. После инвентаризации часть из них может попасть в государственный реестр памятников культуры Одесского региона. Сейчас объекты проходят обследование и фотофиксацию. По каждому из этих объектов, по которым будет принято решение, что они действительно соответствуют объектам культурного наследия, необходимо будет выполнить определенную документацию, как вновь выявленные объекты культурного наследия, и отправить в Министерство культуры для рассмотрения на экспертном совете. На сегодняшний день архитекторы, историки и краеведы уже рассмотрели 60 объектов. В феврале на заседании Координационного совета по охране объектов культурного наследия решат, какие из объектов соответствуют, а какие нет. Но это будут выделены деньги из городского бюджета, а вот окончательное решение принимает Министерство культуры Украины. Очередное пьяное ДТП на фонтане. На сей раз с уроном историческому наследию города. В субботу днем двое мужчин на внедорожнике Subaru Forester снесли целый пролет ограждения территории Одесской военной академии. Как выяснилось, в машине находились продавцы из уличных лотков неподалеку. Внедорожник принадлежит их работодателю, он же и пустил их погреться. Но работникам помимо комфорта захотелось еще и адреналина. Один из мужчин решил поучиться водить машину. Громадянин случайно натиснул кнопку паркінгу, так же параллельно газ, педаль. И авто поехал, не знаю, что делать, водитель автоматически начал выкручивать руль право, чтобы не достигнуть наезд на другие транспортные средства и не наездить на людей. И в результате чего он заехал в паркат военной академии. Виновники инцидента и их работодатель уже пообещали восстановить все разрушения. Правда, военные все равно расстроены. Говорят, что снесенный забор – это историческое наследие города. Около ста лет простоял до встречи с пьяными на внедорожнике. Впрочем, если бы горе-водитель повернул бы руль влево, то влетел бы в оживленный поток транспорта. Тогда последствия были бы куда трагичнее, чем разбитая груда кирпичей и арматура. В Одесском аэропорту встретили миллионного пассажира. Счастливчиком стал главный тренер сборной Украины по тайландскому боксу. 49-летний Павел Евтушенко как раз ехал на соревнования в Китай. Летел с командой через Стамбул. Уже на регистрации мужчине сообщили неожиданную новость. Также его наградили билетом в любую точку Европы, повысили уровень сервиса на борту до бизнес-класса и подарили сертификат на право пользоваться бизнес-залами во время будущих поездок. Я отмечу, что миллионного пассажира в международном аэропорту Одессы последний раз встречали в 2013 году. Но уверяюсь, что в этом году это событие случайно совпало с Днем Святого Николая. Поэтому подарки сегодня получали и самые маленькие пассажиры аэропорта. Святой Николай приносит детям всякие подарки. А каким детям приносит подарки? Послушным. А не послушным он приносит пручки. У него в семье было много одежды, а у других семей не было. И он приносил, пока они спят, им эту одежду. Ну а вот если бы герой нашего следующего сюжета случайно стал двухмиллионным пассажиром Одесского аэропорта, это было бы забавно. Ведь это не кто-нибудь, а всемирно известный тенор Хосе Карерас. 20 декабря он даст концерт в Одесском оперном театре. С какой программой выступит знаменитый певец, узнавала моя коллега Кристина Немченко. Хосе Карерас прилетел к нам прямо из Киева. Там он давал свой первый концерт в Украине. Одесситам испанский тенор подготовил праздничную программу. Первая часть будет классическая, а вторая часть будет рождественская. Мы надеемся, что зрителям передадим рождественское настроение и все очень понравится. Этот тур прощальный в певческой карьере Карераса. Впереди еще два года гастролей по всему миру. После этого певец планирует заниматься работой в благотворительном фонде по борьбе с лейкемией. Почти 30 лет назад ему самому был поставлен этот страшный диагноз. Тогда целый год певец не видел сцены. Первое – это хорошая медицина и хорошее лекарство. И самое главное для меня – это отношение человека к болезни. Ты должен верить. Самое главное – вера. Хосе Карерас даст концерт уже 20 декабря в Одесском оперном театре. Начало выступления в 19.00. Я очень рад поздравить Одессу с Новым годом и Рождеством. Желаю здоровья, счастья, всего самого хорошего. С испанским тенором побеседовали Кристина Немченко, Алексей Пережилин, 7 канал. Ёлка, подарки, веселье и детский смех. В Кадор Китс прогремела грудничковая вечеринка. На праздник приехали 33 малыша, все в костюмах и с новогодним настроением. В свет вышли и известные одесские пятерняшки. Настоящий позитив в нашем следующем сюжете. Эльфы, гномы, феи и снегурочки. Такая сказочная атмосфера царила на новогоднем празднике в Кадор Китс. Здесь очень дружелюбная атмосфера, здесь очень тепло, уютно и очень лояльное руководство. То есть они нас приняли, они нам сделали отличные условия. На грудничковой вечеринке занятие нашлось каждому. Мамы делились секретами воспитания, фотографировались и отдыхали от повседневных забот. Малыши радовались новым знакомствам, веселились и даже пировали. Можно и старших детей развлечь чем-то, и с грудничками повеселиться. Поэтому мы вообще в восторге на самом деле. То есть мы очень готовились, мы очень ждали. И это была для нас такая площадка, которая одна такая единственная в городе. То есть другой я не нашла. Поэтому у нас Кадор. Приехали на праздники звездные пятерняшки. Трое братьев и их сестрички. Как всегда в центре внимания. И хоть все невероятно схожи, различить малышей все же можно. Каждый уже демонстрирует характер. Самая маленькая, которая родилась, Дашенька, кило двести, она самая активная. Вот с первых минут рождения, с первых минут, даже врач сказал, говорит, все такие хорошие, спокойные, но самая маленькая, ну шустрая. На последок мамы с малышами на руках устроили фотосессию. Больше смотрите в новогоднем выпуске программы «Крик души». Ирина Рогозянская, Валентин Мирза, Седьмой канал. С фокусами, конкурсами и танцами. Уже 14-й год Одесская почта отмечает День Святого Николая вместе с особенными детьми. 19 декабря на утренник пришли ученики школы номер 75. С ними познакомилась и наш корреспондент Марья Маэль Хасанали. На Одесской почте много детей. Их возраст разный – от 6 до 17 лет. Письма школьники отправлять не собираются. Ребята пришли отметить День Святого Николая. Будет праздник с конкурсами. Ранее это был Дед Мороз. Теперь мы уходим от слова Дед Мороз, наверное, от Святой Николая. Потому что сегодня Святой Николай дарит детям подарки. Будет снеговичок, снегурочка. Будет час, который подарит деткам праздник. Детям показывают фокусы дрессированных животных и приглашают танцевать. Очень-очень нравится представлять. Новый год – это праздник, веселье, подарки и тепло семи. Дед Мороз, Святой Николай, Новый год еще понравился. Всего на праздник пришло больше 60 детей с особыми потребностями. А Лаврич – завуч по воспитательной работе специальной школы номер 75. Говорит, уже 14-й год дети встречают праздник Святого Николая на почте. Для детей это, возможно, одна из единственных радостей, единственный подарок, который им могут сделать на День Святого Николая. Поэтому мы с удовольствием приходим и говорим большое спасибо Укрпочте за то, что они нас приглашают. В конце праздника детям вручают сладкие подарки. Затем пригласят их на следующую елку. Но уже через год. И в продолжение праздничной темы. Одесситы поставили самый большой рекорд Украины. Сшили большой сапожок Святого Николая. Его высота более 5 метров, вес 18 килограммов 200 граммов. На него было потрачено 22 метра красной плащовой ткани, 20 метров утеплителя и 8 метров искусственного меха. Изделия украсили снежинками. Их здесь более 30 штук и 40 метрами дождика. Теперь одесский сапожок Святого Николая зарегистрирован в Национальном реестре рекордов Украины. Обычно Святой Николай сюда вкладывает, ну такие сапожки, вкладывает детям подарки. Но этот сапожок особенный. Он не просто большой, он еще и самый щедрый. Так как он проходит в акции «Собери подарок сироте». Рекордный сапожок, который мы сегодня зарегистрировали, самый большой сапожок для подарков в Дню Святого Николая, это как бы некий символ этой акции. Мы призывали всех одесситов прийти на фестиваль и поддержать наш рекорд Украины и принести подарки для детей и сирот, которыми они готовы поделиться и поддержать эту акцию. Ну а все подарки, которые одесситы положили в сапожок, передадут в благотворительный фонд «Добрый самарянин». В рамках всей украинской акции «Собери подарок сироте». На этом с новостями у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Вы же можете следить за событиями Одессы и Украины на нашем интернет-сайте, в твиттере и социальных сетях. Если же вам есть что рассказать нам, звоните в редакцию «Седьмого» по телефону 726-3226. Увидимся в 6 часов. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok